МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости АНАПО Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Поубирать там эти гаражи, которые на Терской стоят, здесь стоят. Ремонт дорог, благоустройство и коммунальное хозяйство. Глава АНАПа провел прием граждан. Никто не видел, какие сейчас дома там строят. 22-этажные. Развитие социальной инфраструктуры. АНАПские депутаты предложили свои варианты решения самых важных проблем города. По данному факту материалы направлены в Росреестер. Жилой дом или гостиница. Управление муниципального контроля выявляет факты нецелевого использования земли. Без преувеличения вся Кубань вчера отмечала 75-ю годовщину освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Главные события развернулись в Темрике. Именно на Тамане 9 октября 1943 года советские войска вытеснили с территории края последние отряды врага. Битва за Кавказ названа историками одним из переломных эпизодов Великой Отечественной войны. Подробности в нашем специальном репортаже. Именно здесь, на возвышенности Мыска, развернулись самые ожесточенные бои за Кубань. Это финальная часть Новороссийско-Таманской наступательной операции. Десант буквально смел позиции гитлеровцев. Позже эти события войдут в аналы военной истории. Операцию по прорыву немецкой обороны «Голубая линия» назовут одной из самых важных в ходе освобождения Кавказа. 75 лет назад те, кто отдал свою жизнь, нам нашу подарил. И мы сегодня живем, живут наши дети, внуки, и будут жить последующие поколения. Поэтому и праздник жизни, с праздником жизни, с Днем Кубанской Победы, я вначале всех сразу хочу и поздравить. Главные гости праздника – ветераны. Те, кто освобождал Кубань от оккупантов. И в этот день у них появилась возможность вновь увидеть то, что происходило на полях сражений 75 лет назад. Глава Анапы Юрий Поляков вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Николаю Бомко, Василию Кулькину и Ингелабу Курбанову. Награжден медалью «Кружба» образку третьей степени. Николай Корнеевич Бомко в 19 лет стал командиром огневого взвода 44-го отдельного краснознаменного дивизиона боевых реактивных установок БМ-13. В простонародье – Катюша. Прошел всю войну, участвовал в освобождении Праги. За берлинскую операцию ему было присвоено воинское звание старшего лейтенанта. В армии прослужил 30 лет. В отставку вышел полковником. Это очень важное и нужное дело. И правильно губернатор сказал, что это пример для того, чтобы и будущие поколения так отмечали знаменательные события в истории нашего народа. После торжественной части и возложения цветов к мемориалу погибшим воинам над музеем «Военная горка» развернулось авиашоу. Легендарная группа «Русские витязи» продемонстрировала самые сложные фигуры высшего пилотажа. На протяжении всего праздника на территории военного музея работали тематические выставки и экспозиции. Она попредставила сразу несколько исторических реконструкций. Подвиг капитана Дмитрия Калинина при высадке десанта в районе села Варваровка, штурм высоты у хутора Курбацкий, в котором погиб герой Советского Союза Сурен Аракелян и театральная постановка «Партизанская свадьба». Кстати, супруги Щукины после войны прожили долгую и счастливую жизнь. Сегодня у нас здесь в рабочей группе работает около 50 человек. Ну, конечно, подготовки было зависит от людей немножко больше, которые помогали организовывать, шить. Где-то костюмы, где-то флаги, где-то штандарты. На сегодняшний день подготовлены были два штандарта армии, которые освобождали город Анапу. Это познавательно, интересно. И много нового узнаю, много людей, молодежь узнает и помнит то, что война была, и наши люди бились за победу, за жизнь. Губернатор Кубани представлению, которое подготовили анапчане, уделил особое внимание. Вениамин Кондратьев пообщался с участниками исторических реконструкций и осмотрел экспозицию. С праздником, друзья! Ура! Я хочу сказать всем нашим организациям, которые уделили внимание, привели вот такое боевое состояние эти инсталляции, которые, конечно, в первую очередь влияют на патриотизм нашего молодого поколения, которое растет и видит, как это было на самом деле. Все это было очень близко, а приближено к боевым действиям. Всех с праздником, всем удачи, здоровья. И самое главное – мирного неба над головой. Руслан Душевский, Анапа-регион. И к другим темам. Пример сноса старых гаражей по улице Терской привлек новых сторонников по наведению порядка в городе. На приеме у главы курорта жители дома по адресу Чехова-2 сами обратились с просьбой убрать их, давно пришедшая в негодность, железные коробки. Юрий Поляков идею поддержал и обещал помочь. От хлама, который уродует облик Анапы, необходимо избавляться. Что он там стоит, этот гараж? Давно убрать надо было его. Это лишний раз говорит о том, что я сказал, причесать все дворы и поубирать там эти гаражи, которые на Терской стоят, здесь стоят. Чего они стоят во дворах этих гаражей? А в микрорайоне Алексеевский в скором времени возможно появится улица с односторонним движением. На прием к главе Анапы пришел житель дома, расположенного в переулке Осенний. Александр Иоаниди рассказал, что после того, как дорогу привели в порядок, многие стали пользоваться ей для того, чтобы объехать пробки. Я не утрею, значит, отравнял я эту улицу сейчас, Мергелем. Весь поток пошел сюда на светофор, на трассу, чтобы выходить. Пыль столбом. Ну и здесь есть. Пыль столбом. Дышим. Детям. Участки по три сотки здесь все. Детям выйти на улицу. Пылящи, пылищи. Нам и одностороннее движение сюда было. Глава Анапы дал поручение разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Проблема будет рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения. А вот с ремонтом магистрали сложнее. Вопрос об асфальтировании улицы Спортивной в Алексеевке, который также был задан на приеме, быстро решить не получится. Проблемных мест много и за один раз их все не исправить. Если бы у нас была возможность все улицы, которые пишут, застелить асфальтом, поверьте мне, я бы их застелил. Я бы тоже. Вот застелили. Правда много, дырать много. Я согласен. Впрочем, и здесь решение есть. К этому вопросу подключат депутата совета, которую выбрали жителями края. Народные избранники сегодня стали одними из самых активных помощников администрации. И сегодня депутаты на президиуме совета обсудили строительство новых социальных объектов. Анапе не хватает школ, детских садов и медицинских учреждений. С предложениями по решению проблемы выступили члены депутатского корпуса. Один из самых масштабных проектов школы на 1100 мест на улице Спортивной. Госэкспертизу объекта проведут в декабре. Если заключение будет положительным, в Министерство образования подадут заявку на софинансирование объекта из краевого и федерального бюджетов. Несколько из уже построенных школ реконструируют. В следующем году на территории СОЖ номер 6 появится пристройка для начальных классов. На совещание поступило предложение расширить школу в Станице Анапской. Досконально вместе с сельской администрацией отработала данные варианты по строительству и расширению. 12-я школа имеет отдельно стоящий земельный участок. Находится он на Октябрьской 18. Данным земельным участком я занимаюсь уже не один год. Когда там были теплицы, с бывшим директором мы перевели этот участок на значение образования, для того, чтобы поставить там отдельно этот модуль. Поэтому мое предложение все-таки не рассматривать там строительство детского садика, а оставить на 400 мест. Градплан уже подготовлен. Вся необходимая помощь, которая, возможно, в дальнейшем я готова также дальше оказывать. Новая школа появится и в микрорайоне Горгипия. В ней сядут за парты более полутора тысяч детей. Окончание строительства запланировано на первое полугодие 2021 года. Депутаты предлагают взять под особый контроль строительство многоэтажных домов. Ситуация критическая. В новых жилых микрорайонах практически отсутствует социальная инфраструктура. Нет ни поликлиник, ни детских садов, ни школ. Вот кто-нибудь был в районе бывшего молзавода когда-нибудь? Никто не видел, какие сейчас дома там строят? 22-этажные. Глава города очень сильно обеспокоен этой задачей, поэтому мы создали рабочую группу. Первое – это по анализу уже проведенной работы, которая была проведена до нами и нашими коллегами, и уже нами, которые вот сейчас на данный момент где-то надо уже поставить точку и сказать, все, с этим мы работать не будем, а будем идти вперед. Ведется работа и по строительству дошкольных образовательных учреждений. Орленок и детский сад на улице Лазурны смогут вместить более сотни детей. Также ведется реконструкция детсада «Зоренька», который позволит расширить его на 56 мест. В планах строительство в хуторе Воскресенском. Усилить работу, конечно, надо с подрядчиками, с подрядчиками, со строителями. Вот, кто у нас есть понятие, что это социально ориентированные строители, подрядчики, предприниматели, и, наверное, тем создавать зеленые улицы. Кроме того, в хуторе Чикон идет строительство здания врача общей практики. На заседании президиума совета депутаты решили собраться через месяц, посмотреть, что будет сделано к этому времени и рассмотреть новые вопросы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. По поручению главы Анапы Юрия Полякова на курорте наводится порядок и в земельных вопросах. Пользуясь муниципальной инфраструктурой и зарабатывая деньги, нужно не забывать об ответственности и соблюдении законов. Сотрудники муниципального контроля еженедельно выявляют факты нецелевого использования земли. Один из таких примеров в нашем материале. По документам жилой дом, на деле частная гостиница. Этот коттедж на улице Самбурово давно вызывает множество вопросов у соседей. Несколько лет назад здесь сменился собственник. Новый хозяин организовал на территории некогда тихого дворика семейный бизнес. Написали в администрацию, что земля непрододлежащая коммерции не разрешается. Если дом в стадии строительства, не разрешается там жить, не разрешается заводить туда отдыхающих. Но там всегда море отдыхающих, море иностранных этих рабочих. Однако ни рекламных вывесок, ни реквизитов на входе с указанием функционала здания. С виду обычный частный дом. Зато в интернете весь перечень услуг. На одном из туристических сайтов размещено объявление о сдаче комнат. Прилагаются и фотографии с адресом и отзывы, согласно которым этот гостевой дом существует уже не первый год. Специалисты муниципального контроля отреагировали оперативно. Управлением муниципального контроля проведена проверка земельного законодательства по адресу Самбуро 112. В ходе проведения проверки установлено нецелевое использование земельного участка. По данному факту материалы направлены в Росреестр. Также в настоящее время в управлении муниципального контроля подготавливается необходимый пакет документов для подготовки соответствующего искового заявления в суд к собственнику земельного участка в связи с его нецелевым использованием. Теперь нарушителю грозит серьезный штраф за нецелевое использование земли. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапа вошла в топ-5 городов для отдыха в октябре. Причем на нашем курорте туристы предпочитают отдыхать дольше всего. А аренда жилья при этом обходится им дешевле, чем в других городах, вошедших в рейтинг. Данные предоставил сервис бронирования жилья Твилру. В пятерку самых популярных морских курортов. В октябре, кроме Анапы, также вошли Ялта, Сочи, Алушта и Феодосия. В Анапу дыхающие отправляются на самый длительный срок, в среднем на 10 дней. А средние затраты семьи на проживание в сутки в нашем городе составили 1520 рублей. Пятерку экскурсионных городов в межсезонье составили Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова